Здравствуйте, дорогие ребята! Мы очень рады вас видеть здесь на нашей конференции. Сегодня мы собрались, чтобы посмотреть, как применяется математика в различных медицинских производствах, в педиатрии. Мы часто говорим с вами, что надо уметь рассчитывать. В основном расчеты ведутся везде. И в медицине, вы знаете, если вы встречали, что вы приходите на какие-то процедуры, там приходится ставить время, чтобы вам сделали электропорез, какие-то прогревающие процедуры. Там есть магнит. Все ходили в физиокабинет. Кто ходил? Есть такие физиокабинеты? Посещали. То есть мы озвучали всем конкретно уже в вашем возрасте. Не очень, а мы там это постоянно делаем. Еще применяется прикладная математика в расчетах приборов в медицине. Но сегодня мы посмотрим три работы, которые подготовили ребята. Мы взяли тему прикладная математика в педиатрии. То есть это деток маленьких красавица, когда они рождаются, их начинают целый годик наблюдать. То есть есть возможность такая проследить, проследить, дать кому-то рекомендации в питании, как растить. Если у кого-то племянник родился, если у нее есть такие здесь, которых можно поздравить. Стала тетей, стала дядей. Она очень рада. Да, Кристина очень рада. Да. У нас стала дядя. Вторая работа. Это тоже девочки краснуться. Как рассчитать рост свой, если вы знали рост мамы и папы? Если вы не доросли до этого роста, да, по нашей формуле. Надо дорастать. Дорастать. Вот. И третье. Мы узнаем, как применяется прикладная математика. Действует на вас, на фоне нашего давления. Все знают, что это такое. Есть заболевания касающиеся давления. Вот. Вы знаете, что это такое. Некоторые там страдают. Есть диагнозы. И что с этим делать. Как бороться. Вот. Поэтому первое слово мы предоставляем Вале, группу АВФМ. И дальше. И дальше группа Витеринар. И дальше. Пожалуйста, смотрите. Походу мы задаем вопрос. Если что-то у вас возникает, мы ответим на все. Ответим на все ваши вопросы. Вашему вниманию я хочу представить возрастную работу по приводной математике на тему математики и педиатрии, расчет роста и веса ребенка. С чего все началось? Смерть для детей, особенно первых лет в жизни, была чрезвычайно высокая. Первым из русских ученых, заговоривающих о необходимости борьбы с высочайшей детской смертью, был Ломоносов. В своем труде о размножении и сохранении российского народа он предложил меры по устранению этого зла. Для начала, что такое педиатрия? Педиатрия – это век медицины, общающаяся здоровьем и медицинским обслуживанием молодецов, детей, подростков от рождения до времени 18 лет. Слово «педиатрия» значит «целитель» и «целитель» детей. Они выведены от двух греческих слов – «пайс», «ребенки», «айдрос», «доктор» или «целитель». Педиатрия – относительно новая медицина, специальность, превращаясь только в средние 19 века. Абрам Джеффер, как отец педиатрии, на данном слайде вы видите периоды детского возраста, и всего составляет 7. Итак, прибавка роста на первых годах жизни. Что такое рост? Рост – это количественная сторона развития. Этот процесс непрерывен и носит волнообразный характер. Пророждение – рост ребенка составляет 50 см, и к концу первого года жизни он увеличится на 50%. И достигает 75-80 см. Прибавка веса на первом году жизни. Что это вы можете посмотреть на данной картинке, как растет малыш. Так, рост и вес ребенка готовы. В первые дни после ростов малыш теряет веси. Максимальная потеря веса младенца – 3 к 5. Составляет 6-8% массы при рождении. Это естественный процесс. Такая физиологическая умоль массы тела связана с потерей организмов ребенка, водой через кожу и легкие при дыхании, усыхание губовинного остатка, выделение лекони и мочи. К 7-10 дней вес восстанавливается. Нормы роста детей представлены на данной таблице. То есть здесь есть и вес, и рост мальчиков, так же, как и девочка, с 6 до 12 месяцев. Несколько вырастет ваш ребенок? Существует такая формула, по которой можно выяснить будущий рост вашего ребенка. Нужно совместить рост матери и прибавить просто отцу. И это все будет пополам. Данную сумму, если вы девочка, вы обнимаете 5 сантиметров, если вы мальчик, вы прибавляете 5 сантиметров. Вот. Я решила выяснить, правда, все то, что я сказала в этой презентации, или ложь. Рост моей мамы составляет 157 сантиметров. Она у меня маленькая. А папа у меня метр девяносто. Вот. Я прибавила маму, папу, разделила на два. И получилось 173,5 сантиметра. Так как я девочка, я увеличила свой рост. Минус 5 сантиметров. Тобой получилось 168,5 сантиметров. Мой рост составляет 165 сантиметров. Нет, конечно, она не точная наука, но все же 22 сантиметра я еще доберу. Давайте сравним. Смотрите, ген-битр 64. Более, я не знаю. Ну, если сейчас я сниму под руки. Та-да-да-да. Кто вы играет по-моему? Мне кажется, да. Сходится? Да. Ген-битр 64. Молодец, да. И в заключении Леонардо Довинчи сказал, никакой достойной ледности нет в локах там, где нельзя приложить ни одной из математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой. Спасибо. Вам что интересно, можете это сделать. Если есть дома, да, вопросы. Посмотрите на твой, не пошлось. Ну, наука не будет, да? Нас бы не будет. Правильно. Посмотрите. Смотрите. Девочки. Марьяночка и Вика. Все. Нашли себе помощь. Сейчас перед вами группа «Букатилов» КВК. В кондитрология и Виктория. Они разрабатывали свою историю в весе. Если кому-то интересно, как питать, растить, да, калории, считай, тут именно здесь про расчет. Посмотрим, что выяснили. Если будут вопросы, вы к нам подходите. Мы все рассчитаем. Ваш вес, вашего ребенка, если будет. И племянника тоже можем посоветовать. Здравствуйте. Я хочу предложить вашему вниманию научно-эстетическую работу, которую выполнили Яковлева и Виктория, и Фонтикова и Марьяна. В группе были одиннадцать. Обратите внимание, дейте табора. Так, руки. Справочные данные. При бабушке в массе по месяцам. Суточная потребность питания в граммах. В следующий день до двух месяцев примерно масса ребенка, это питание должно быть отдать от массы тела ребенка. И так далее. Ну, посмотрите. Изотарка кормления. Если масса ребенка меньше трех килограмм, то надо кормить ребенка семь раз в сутки. С рождения до пяти месяцев в шесть раз в сутки. С пяти месяцев в пять раз в сутки. Найдите закономерность. Суточная потребность килокалорий от на один килограмм массы. Первое четверть года с рождения до трех месяцев. Примерно сто двадцать килокалорий. Вторая четверть года с трех месяцев до шести, это примерно сто двадцать килокалорий. Третья четверть года с шести месяцев до девяти месяцев, сто пятьнадцать килокалорий. И четвертая четверть года с девяти месяцев до года сто десять килокалорий. Первый месяц. Малыш появляется на свет абсолютно беспомощным существом, жизнь которого целиком зависит от вас. Только благодаря вашей любви, терпению и заботе малыш приобретет основные навыки, необходимые для его роста и развития. В первое время после рождения малыш будто смотрит в другой мир. Маленькие дети беседуют с англами, гласит народная мудрость. В среднем вес новорожденных коллеглится от 2,5 до 4,5 кг. Рост от 47 до 54 см. Каждый ребенок индивидуально. Как правило, к концу первого месяца малыш умеет ненадолго поднимать голову лежа на животике, сосредоточивать взгляд на лице мамы во время еды, реагировать на звук колокольчика, сидя за ним глазами, поворачивать голову на ваш голос. Второй месяц. Развитие малыша происходит сейчас огромной скоростью. Он уже ведет с вами беседу, давая огромное количество звуков. За этот месяц малыш прибавит в весе в среднем 800 грамм и вырастет от 2 до 4 см. К концу второго месяца жизни ваш малыш уже умеет следующее. Видя вас улыбаться, обувь, держать голову, внимательно следить за приближающейся карту, бутылочкой обрезкой при этом губы. С удовольствием рассматривать яркие игрушки, подвешенные кроватки, играть со своими руками, держать крупные и удобные для маленькой ручки игрушки несколько секунд в руках. Каждый ребенок индивидуальный. Помните об этом и радуйтесь каждому моменту. Четвертый месяц. За четвертый месяц ребенок вливает 700 грамм и вырастет от 1 до 3 см. К концу четвертого месяца многие дети могут лежа на животе поднимать голову почти на 90 градусов. Лежа на животе немного приподнять тело, опираясь на руки, издавать радостные звуки. Находясь у вас на руках, достаточно твердо держать голову. Перекатываться на бок и брать новые предметы. Пусть ваш ребенок растет здоровым и счастливым. Вы помогаете ему. Пятый месяц. К концу пятого месяца ваш малыш уже умеет крепко держать голову, находясь в вертикальном положении сидя, держать голову на одной оси с телом. Обращать внимание на белые предметы. Восточное визжать, предносить простые сочетания гласных и согласных звуков. Так как ау. Необходимо уделять ребенку как можно больше внимания. Дети быстро растут. Шестой месяц. За шестой месяц дети обычно набирают 500 грамм и урастают от одного до двух сантиметров. К концу шестого месяца малыш умеет смеяться, радоваться, громко и тонцительно отвечать, его хорошо не отвечать. Брать предметы и перекладывать их из одной в трубу. Переводить глядь и поворачиваться туда, где его что-то привлекает. Играть со своими руками и ногами. Довольно ловко брать в нем предметах. Остерегаться незнакомых людей. Трудно предсказать, как быстро будет развиваться вашим малышам. Но известно, что занятия, беседы и эйков очень хорошо развивают устные способности ребенка. Седьмой месяц. Семи месяца он многому уже обучил. Уже обучаю. К концу седьмого месяца малыши способны при вашей поддержке хорошо опираться на ножки, сидеть без поддержки, наблюдать за падающим предметом, припитать, бормотать, есть руками, ползать. В середине седьмого месяца малыш поправляется на 400 грамм, вырастает на 1-2 сантиметра. Беседуйте и играйте с малышом. И вскоре он начнет отвечать вам и приглашать в свои игры. Восьмой месяц. За восьмой месяц ребенок прибавит вес и 500 грамм и вывестит от одного до двух сантиметров. К концу восьмого месяца жизни дети могут стоять по поддержке на жертвой поверхности, самостоятельно садиться в положение лежа на шмоте, брать руками мелкие предметы, поворачиваться в направлении тропового голоса, двигаться на территорию жарщей игрушки. Гуляйте, играйте, развлекайтесь с малышом. И теперь, как вы стоите? Девятый месяц. За девятый месяц жизни малыш прибавит вес и около 400 грамм и вырастет на 1-3 сантиметра. К концу этого месяца ребенок умеет следить за упавшими предметами до тех пор, пока они не исчезнут с его поля зрения, подтягиваясь, вставать, поднимать мелкие предметы, с назначением играть в ладушки, вращаясь, махать ручкой в путешествии вокруг мебели. Девятый месяц. За девятый месяц дети убирают в древнем 350 грамм, которые расставят на 1-2 сантиметра. На прошлом месяце ребенок способен ходить, пополнить, держать за ней, поднимать его понедля, за необязательно следовать. Несколько-то секунд стоять без поддержки. Говорить «да-да», «два», «но», чтобы привлечь внимание вам. Держать детку, чашечку и пить с нее, катать мяч. Говорите, любите свой маленький, а это самое чужое. В одиннадцатый месяц. В одиннадцатый месяц ваш ребенок прибавит в весе 300 грамм и вырастет на 1-2 сантиметра. К концу одиннадцатого месяца дети способны говорить слово «мама», чтобы привлечь ваше внимание, самостоятельно стоять, делать первые шаги, реагировать на простые команды, не сопровождая их жестами. Придносить не только «мама» и «папа», но и другие слова. Двенадцатый месяц. Вот вы стали родителем годового малыша. К этому возрасту путем ежедневных усилий он приобрел основные навыки и стал относительно самостоятельным членом общества. В году в среднем дети весят 8-12 кг и имеют рост 75-80 см. К концу двенадцатого месяца ваш малыш способен показывать, чего он хочет, не крича об этом, самостоятельно стоять, немного ходить по комнате без посторонней помощи, прощаться с близкими, родственниками и друзьями, махая ручкой, осознанно говорить маме и папе, катать в вашем направлении мячик. Помогайте своему малышу хвалить его, видя, как он пытается научиться чему-то новым. Вашему вниманию хочу представить решение задачи. Задача состоит в том, что ребенок в возрасте 12 месяцев имеет массу 11 кг 100 г. Рассчитайте суточную и разовую потребность в килокалориях. Скажите, кто-нибудь смог это сделать? Да? Этим занимаются специалисты. Если вы этим пользуетесь, соответствуете, то ребенок будет в норме. В некоторой форме чем? Решение. Первое действие – рассчитать. Сначала нам нужно рассчитать суточную потребность в килокалориях. 110 умножить на 11,2 равно 1221 килокалориях. Второе действие – рассчитать разовую потребность в килокалориях. 11,1 разделить на 5 – 244,2 килокалории. У кого сейчас маленькие знакомые, гениальники? Еще кто-то? Есть такие? Есть, да? Сколько месяцев? В 11 месяцев. В 11 месяцев ходит, разговаривает. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Влада, вы следите за питанием? Как? Следите. Питание соответствует. Сколько раз маленьких надо питать в день? Кто знает? Кормить. Вперед. Пять? Пять-шесть. 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 Юра, как мы его подаем? Спасибо. Спасибо. Молодцы. Решали. Если есть вопросы, задаем. На автобусе. Сейчас нужно копириться. У кого автобусы, стихонечко на машине выйти, беги дальше. У кого автобусы. Интересно, у тебя не автобусы, они на автобусы. Послушаем и выясним, кто попал в нашу специализацию до этого. Если мы не попали, то мы до вас не дошли. У нас есть у меня прибор и белый халат. Делал только доктор. А, сейчас я могу. Делал только доктор. Итак, новая, третья, заключительный этап наших исследований в преподавании математики. Это влияние нашего давления на человеческий организм. Здесь провелась уже небольшая исследовательская работа. У нас есть какие-то выводы, как давление зависит. Ну, а погоду мы сейчас не брали, мы зависимых брали. Возраст, вес, рост, да, допустим, можно брать. Можно брать уже какие-то заболевания, если есть у человека, да. И я буду показывать, рассказывать мелком. Вот. И вы выясните, что надо делать, чтобы все было в норме. А не так. Пришел, голова болит. Вы не знаете, от чего. Начинаете пить таблетку. Нет, вы выпили, да. Голова вообще болит. И все пошло. Поэтому нельзя принимать лекарства без чего. Рецепт врача. Это сходить сначала. Куда надо? Обратиться в больницу, потому что бывает либо это спазмы сосудов, либо действительно что-то есть там, либо это хондроз. Любимое заболевание после тридцати. Почему? Почему вопрос. Вот. Посмотрите на риту. Как же она сидит. Вот. Молодец. Села. Ножки в упор. Выдохнули. Вздохнули. Все. Выдохнули. Выдохнули. И вот так остались. Не вот так. Слова. Да. Все. Молодцы. Кому тяжело, да. Потом у вас осанка изменяется. Все. Мы приглашаем на сцену Яршу Андропова, который провел хорошую работу. И помогает Егор Суроч. Группа ветеринарная. Так. У меня большое будущее. Виолетов, и в химии, и ветеринарии. Пожалуйста. Свети. Да. Ничего вам. Здравствуйте. Я решил задать тему при главной математике и расчет максимально минимального артериального давления в формулу Молчанов. Артериальное давление – это давление крови в внутренних артериях человека. Отличает два показателя артериального давления. Систолическое и диастолическое. Систолическое артериальное давление – это уровень давления крови в момент максимального сокращения сердца. Диастолическое артериальное давление – это уровень давления крови в момент максимального расслабления сердца. Верхнее давление показывает, с какой силой сердечная мышца выталкивает кровяную массу в артериях. Нижнее давление показывает, с какой силой мышечный аппарат сопротивляется кровяному давлению. То есть, как и в том сосуде. Мышечный том сосуд напрямую зависит от ленина в ферменте, вырабатывающий юстергримилиарным аппаратом почек. Таким образом, артериальное давление – это показатели работы сердца и почек соответственно. Если сердечная мышца по каким-то причинам выталкивает кровь с большей силой, то верхнее давление повышается, с меньшей – понижается. Если за какой-то болезнью почек вырабатывается меньшая ленина, то нижнее давление понижается, если больше – повышается. Для определения нижней границы исторического артериального давления, у них старше 50 лет, рекомендуется пользоваться формулой. Артериальное давление равно возраст плюс 50. Всем, наверное, было интересно, почему того, что этот зонт. Он умер, у него было 56 лет. Как определить, у вас нормальное артериальное давление или нет? На уровне артериального давления в основном облияет рост и вес. Кроме того, возраст, чистота селечных сокращений, питание, занятия теми или иными видами спорта. Давление может изменяться в течение суток, поэтому измерять его лучше в одно из выбранное время. По показателям нормы исторического давления колебец находится в пределах 10-15 мм в т.д. Соответственно, диастолическое – от 5-10 мм в т.д. Установлено, что половые различия незначительно отражаются на величине артериального давления, в то время как влияние возраста прослеживается довольно четко. Взаимодействие артериального давления и возраста может написать уравнение. Формула номер активная 2 соответствует лицам от 7-20 лет, а формула номер 3-4 – от 20 до 80 лет. Возраст указывается в годах. Нормальное артериальное давление в результате расчета получается в мм в т.д. В результате… Результаты моей физической работы. В первом отделе артериального давления 20 лет. 126 на 74. 139 на 102. Пульска вообще… Результат физической работы возраста 20 до 80 лет. 140 на 82. 106 на 66. 120 на 86. У Максима Сергеевича она самая лучшая посудоваться на 80. Человек живет. В основном повышенная. Как называют… Кто-нибудь знает из вас, как называются болезни, связанные с проблемой артериального давления? Гипертония. Вы смотрите… Гипертония… Гипертония. 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 Кто знает пониженное давление? У Насти повышенная она называет… Пониженная, да? Как называются ваши заболевания? Гипертония. Тебе поставили ВСД. А есть еще что-то? Повышенная терапия называется гипертония. Гипертония. А пониженная… Пополтался? Пониженное. Наталья, я слышал? Да. Тогда смотрим, если вы не знаете. Пониженное, нужно выяснять. Знаете, ненорму артериального давления и регулярно проверяете его. Можно, то есть, укреплотить эти заболевания в артериальной гипертонии и артериальной гипертонии. Артериальная гипертензия – стойкое повышение артериального давления от 140 до 90 мм в тупого столба. Причина высокого артериального давления. Сгущение крови возникает в результате обезвоживания организма. Если человек давлями не пьет чистую воду, заменяя и другими напитками, то постепенно вода уходит из различных тканей, в том числе из крови кровь спущается. Кстати, может быть, после этого пиловый нефрит, так что мы понимаем. Высокий уровень адреналина. Если человек постоянно нервничает и для этого не пьет достаточное количество воды, которое бы снижало опасную комплектацию адреналина в крови, то это твердит повышение нагрузок на работу сердца. Так как адреналина снижает сосуды, сердцу приходится усиливать свою работу для того, чтобы подключить кровь по сущим сосудам. Такие неприятные повышения артериального давления, сердцебиение и т.д. Это защитный использование организма, который им приходится запускать в борьбе с развитием гипоксии в ответ на наше неразумное поведение. И вместо того, чтобы сопротивляться этому бороться с организмом, необходимо ему действительно помогать. Профилактика лечения гипертонии, употребление воды, семечек, лимона, лука, меда. Все это способствует восстановлению нормы артериального давления или, по крайней мере, стабилизации гипертонии. При помощи формулы Молчанова и ее модификации На сегодняшний день мы способны считать даже дома норму нашего артериального давления. И регулярно его замеряем, мы отбирали себя от 0,5 лет, связываясь с проблем артериального давления. Спасибо за внимание. Мы видели, что возраст наш, скажите, от 40 до 50, да, вы видели, 140 на 80-70, да, это уже повышенное давление, да. За ним нужно следить. Если вы заметили, что у вас голова больнее, какие-то есть спазмы, еще что-то, да. Но если человек с повышенным давлением живет и не чувствует ни такой боли, его ничего не беспокоит, вот это страшно. Чем вы чувствуете и полноценную ситуацию в врачу? Игла в том, что если давление подскажет по 200, это летальный скорб. Вот. Поэтому с таким давлением ходить нельзя. Но с ним живут люди, которые болеют. Какое болезнь? Ты не знаешь? Не гипертония, а люди, которые болеют сахаром. Вот, да. У них давление свое есть. Своё. Но если у них понижается подсказок наших, им может быть так плохо, но можно вызывать сахаром. Поэтому каждое заболевание сопутствует этому давлению. Если у кого-то есть это, в вашем возрасте это еще не грозит, как после 30 разливается. Не думайте, что если вы едите пирожное торты, да, это обязательно сахарный диабет. Все это уже в прошлом, и все эти мифы, да, отлично. То есть это, получается, либо нервный срыв, да, либо какое-то преднапряжение, либо еще что-то. Дальний сбой получается. Ну вот. Кто не попал в нашу работу, когда мы пытались, да, измерить давление, мы вам помогли некоторым. Некоторых мы направили на консультацию врачу, потому что нельзя на паре быть. Создали им 156. У старого курса, у мальчика 156. Мы, конечно, пораконсультировались. Но он сказал, что он вегетарианец. Скажите, может у него быть низкое давление? У него высокое, да? Видите, какое завышенное. Потому что вегетарианцам вообще быть нельзя. Нельзя. Мясо только полноценный бирок, только мясо. А вот остальное. Все вагоны, и это не полноценный бирок. Это да. Поэтому все доказано. Надо есть полноценную пищу. Поэтому, чтобы измерить здоровье, делайте зарядку, водите внутрь физкультуры, готовьте только натуральную и не ешь тижабиного, соленого, не ешь тижабиного, не ешь тижабиного. И не пейте спрайк. Поэтому желаю на наших занятиях посмотреть, кто на вас дала аппарат. Пожалуйста, можно измерить. Аппарат у нас не электронный, а надежный. Но кто им имеет пользование? Примените руку, кроме меня. Молодец. Марьяна, Света, Мария. Потому что они, видимо, измеряют в себе, да? И очень хочется в конце поздравить наших номинантов, которые проделали такую большую работу. Если не бывали великого ушла на вторую конференцию, мы ей передадим, да? Дипломом награждается тогда студентки группы бухгалтеров. Это... 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 Я, Вовлева Виктория и Смодикла Марьяна. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот так вот. Потому что потом... А, что? И... И... Дипломом участника награждается. И мы вас ждем на следующем мероприятии, должен будет учиться грамотно, то есть работа будет продлина, сделана Яшу Мандору Болтаву. И Болтаву верит, что мы передаем, да. Передаем, все равно передаем, все равно передаем, потому что да, он идет на следующую работу. И нам рассказывать свои люди, передать, передать, поздравить, хотя в пятницу нас ждет награждение. Завтра у нас звездный час, приглашаем всех куда. Сегодня, если кто-то желает измерения, пожалуйста, да. Если можно, нас с этой стороны сопротивирует Максим Сергеевич. Дети, сидим, не так уж оболимся. Дети, сидим, не так уж оболимся.